Миллионам людей просто необходимо выпить чашечку кофе, хотя бы одну, каждый день. Но кофе не просто средство для поднятия тонуса. Он был выращен в горах. Он вдохновлял романтиков и распалял бунтарей. Это лучший сорт. Если когда-нибудь начнут заселять Марс, я уверен, одним из первых заведений будет кофейня. Поразительное открытие в истории кофе. От растворимого до лучших сортов. Мы используем кофе от ростка до глотка. Безупречный латте начинается с идеальной порции эспрессо. Теперь делаем эспрессо. Сейчас я беру охлажденную емкость для молока, которую нужно обработать паром. Так получается более пышная пена. И немного холодного цельного молока. Я обожаю делать классное латте, чтобы клиент подходил и говорил, это лучший латте, который я когда-либо пил. Надо вслушиваться, пока пузырьки становятся более похожи на плотную густую пену. И когда молоко достаточно нагрелось, это тоже слышно. Звук становится на тон ниже. Это похоже на восприятие верной музыкальной ноты. Нужно оставить где-то сантиметр для порции эспрессо, который должен быть уже готов. Медленно наливая его в пену, наблюдаешь, как он растекается над слоем молока, создавая очень красивый эффект. При желании можно даже добавить немного шоколада сверху. Восхитительно! Итальянцы на протяжении сотен лет серьезно занимались приготовлением кофе. Особенно известного в Италии или кафе стал капучино. Классическое сочетание эспрессо со взбитым паром молоком, названного в честь одеяния коричневого цвета монахов капуцинов. Владелец Эрнеста Илли знает, насколько усовершенствовались методы приготовления кофе с давних времен. А причиной изобретения эспрессо он называет «вечную нетерпеливость итальянцев». Неаполитанцы очень нетерпеливы. У одного парня был друг в Милане, и он сказал, послушай, поторопись, то я каждый раз жду 6-8 минут, чтобы выпить чашку кофе. Поднажми. И парень поднажал. Так появился эспрессо. У эспрессо крепкий вкус, чудесный аромат и консистенция. Но в нем мало кофеина, потому что нет времени получить его. Искусство эспрессо состоит в том, чтобы остановить экстракцию, когда все, что нужно, уже находится в чашке, и остается лишь выбросить все остальное. Получается где-то 40 граммов. Эспрессо подается в маленькой чашечке, чтобы не было соблазна добавить воды. Это испортит удовольствие от идеально приготовленного эспрессо. Да, есть такое противоречие. Крепкий на вкус, великолепный запах, но при этом мало кофеина. Поэтому в Италии в день можно спокойно выпить 10 чашек эспрессо. А приехав в США от 10 чашек, человека начинает просто трясти. Потому что там в кофе слишком много кофеина. Предполагается, что кофейные зерна впервые начали жарить в Эфиопии. Вероятно, кто-то случайно сжег кофейные зерна и понял, что у них приятный запах. С тех пор обжаренные молотые зерна заливали кипящей водой, чтобы приготовить темный черный кофе. В Европу кофе завезли арабы в 17 веке. Одной из точек ввоза нового продукта была Вена. Это произошло во время осады Вены неким арабским султаном, который снарядил огромную армию для завоевания на Западе. Он пробился к воротам Вены и окружил город. Они собирались покорить Вену. Всю Европу одолевали сомнения. Жители Вены пытались сообразить, куда же послать за подкреплениями. Был один поляк, Франц Джордж Коршицкий. Он жил в арабских землях и знал язык. Переодетый в араба, он прокрался сквозь стены неприятеля. Он доставил послание с просьбой о помощи французским войскам. Пришли французы, разбили арабов, и те отступили. В спешке они забыли захватить с собой мешки с необжаренным кофе. Никто не знал, что это было. Они подумали, что это верблюжий корм, и решили его сжечь. Колшицкий, почувствовав запах, сказал, это кофе, не жгите его. Я возьму, если никому не нужно. Вскоре Колшицкий открывает первую в Вене кофейню. Синяя бутыль. Постепенно жители Вены начинают совершенно по-иному варить кофе. Жителям Вены не нравился осадок на дне кружки, и кофе стали фильтровать. Кроме того, им не нравился горький вкус обычного кофе. Они стали добавлять молоко. Так мы пьем кофе сегодня. Ритуал распития кофе в кофейниках зародился около 500 лет назад. Первые такие заведения возникли на территории современного Ближнего Востока. Богатые люди отводили целые комнаты для распития кофе. Это становилось неким увеселением, когда появлялись гости. Для бедных людей стали появляться кафе Канос, то есть кофейни, куда те приходили довольно часто. Они считались обителью порока, местом, где занимались подстрекательством, к мятежам и переворотам, и, кстати сказать, совсем не зря, так как люди действительно разговаривают в кофейниках о политике. В 1511 году правитель Мекки Хайрбек узнал, что в кофейнях происходят ужасные и постыдные вещи, и что еще хуже, посетители заведений оговаривают его и сочиняют про него сатирические стишки. И тогда он решил вообще запретить кофейню. Однако султан Каира, который, естественно, обладал большей властью, очень любил кофе. И кофе пили в Каире. Когда он узнал об этом запрете, приказ был отменен. Во Франции кафе всегда были местом, где художники и мыслители черпали вдохновение. Французский писатель Бальзак писал в кафе. Ходили слухи, что он выпивал 40 чашек кофе в день. О кофе он говорил, все вспыхивает, мысли теснятся. Когда в конце 17 века стали появляться французские кафе, это резко повысило культуру ведения дискуссий, так как кофе заменил пиво и вино. Во Франции при Людовиках в 14 и 15, в 17 и 18 веках мужчины выпивали в среднем до 7,5 литров вина и где-то пол-литра чистого спирта в день. А работал он по 14-15 часов в день, пили все, даже дети. Думаю, что Европа была в алкогольном угаре довольно долго, многие десятилетия, потом вдруг появился кофе и, естественно, новые заведения, где люди могли пить и общаться, собираться вместе, но уже без алкоголя. Люди, теперь трезвые, имеющие возможность думать, сидели за мраморными столиками и обсуждали события дня. Кофе не занимало немаловажное место в жизни, особенно если его хозяин раскладывал вокруг газеты. Она становилась местом, где люди собирались, чтобы подискутировать на важные политические темы. Тот самый кофе, который фигурирует в период под названием «Век разума во Франции», также влияет и на клонализм в обеих Америках. На Гаите рабы трудились на кофейных плантациях, там был разработан естественный, удавшийся план восстания рабов за всю современную историю. Ирония в том, что поводом для восстания 1791 года стала французская революция, которая началась двумя годами раньше. И она почти полностью была задумана в кофейных заведениях. А кофе является одним из побуждающих стимулов, который подтолкнул людей к восстанию. Но в кофейнях во Франции в 17-18 веках собирались не только мыслящие люди или политики. Они вошли в моду как места, где можно было себя показать и на других посмотреть. Первыми эту моду подхватили женщинам. Они приходили попить чай, кофе, полакомиться шоколадом или выпечкой. Считалось, что кофе усиливает половое чувство у мужчин. Это неправда, но значения не имеет. Кофе был женским напитком. И, естественно, его защищали женщины, выступающие против вина, которая негативно действовала на половую активность мужчин. И все же в Англии женщин не пускали в кофейня. Из-за этого у британских женщин сформировался ошибочный взгляд на связь между кофе и сексом. Тогда группа женщин в Лондоне выпустила брошюру, направленную против кофеин, которая получила название «Возмущение дед». В ней, помимо других вещей, говорилось, когда наши кавалеры приходят домой, у них кроме мокрых носов нет ничего влажного, не сгибаются только их колени, и ничего не торчит, кроме их ушей. Им нравилось потешаться. Мужчины написали на это ответ. Они утверждали, что это абсолютная неправда, и что кофе добавляет духовную составляющую их семени и превращает их в великолепных любовников. Перед самой революцией Америка оставалась страной, где пили пиво и чай. Парадокс в том, что американцы пристрастились к кофе, когда Англия ввела налог на чай. Колонистам налог не пришелся по вкусу, и местный предприниматель и пивовар Сэмэйл Адамс собрал большую группу сынов свободы. Они взошли на борт судна «Бритиш Мерчатмен» и утопили весь чай в бостонской гавани. Это был знак того, что Америка перестает быть британской колонией, а также говорила о том, на чьей стороне. Была разница, закажешь ли ты кофе в таверне или чай в кофейне. С того момента пить кофе стало долгом каждого патриота. И к 19 веку большинство американцев уже обжаривали свои собственные кофейные зерна. Что совсем неплохо, и кофе был свежеобжаренный. Но люди в основном жарили зерна на сковороде, перемешивая их на плите. Зерна обгорались наружу, а внутри оставались сырыми. И получался просто ужасный кофе. Затем они мололи зерна в маленьких кофемолках и заваривали кофе. Они кипятили напиток около получаса или оставляли на плите на весь день. Крепким кофе гордились ковбои. У них ходила такая фраза. Достаточно крепкий, чтобы подкова не тонула. Золото! Золото из американской реки! Золото! Во времена золотой лихорадки люди уезжали на Запад в надежде сколотить состояние. Один из них – молодой парень Джим Фолджер из знаменитой семьи китобоев. Фолджеры были настолько известны, что Герман Мелвилл упомянул их в своей книге «Моби Дик». Они жили в Нантаккете. К 40-м годам 19 века пашалоты почти полностью были издевлены, и поэтому родители позволили юным Фолджерам, еще подросткам, сесть на корабль, который направлялся в Сан-Франциско, чтобы попытаться найти золото. Джеймс Фолджер сообразил, что если обжарить и перемолоть кофе, а потом в таком виде доставлять его рудокопом, это будет удобнее. Всем сразу же это понравилось. А Фолджер понял, что он может сколотить состояние не на золоте, а на кофе. Но в конце 19 века Фолджер был не единственным, кто захотел заработать на кофе. Джоэл Чик был успешным торговцем кофе. Его компания, Чик Нойл Кофе Компани, в Нэшвилле, славилась великолепной обжаркой кофе. Они обслуживали самую известную гостиницу Нэшвилля, Максвелл Хаус. Однажды там останавливался президент США. Он попробовал кофе, выпил чашку до дна, а затем перевернул ее и сказал, «Ух ты, он хорош до последней капли!» Так он сколотил свое состояние. Во время Второй мировой войны было почти невозможно заварить кофе, сидя в окопе. И растворимый кофе стал очень популярен. Невероятное открытие! Любое сходство с настоящими зернами чистое совпадение. Но растворимые, мелкие кристаллики, сделанные из дешевого кофе, идут на ура, соответствуя послевоенным стремлениям людей ко всему новому. Кофе был ужасного качества, независимо от качества зверя. Процесс изготовления все равно все портил. Зачем пускать деньги на месер? «Распродажа кофе «Максвелл Хаус». Экономь деньги и наслаждайся кофе!» Все кофейные магазины вели новые ценовые войны друг с другом. Они удешевляли кофейную смесь, чтобы предлагать на рынке самые дешевые баночные кофе. Они все чаще доставляли сорт «Робуст» и самые дешевые зерна, и в итоге люди начали пить все меньше и меньше кофе. В прямом смысле они выпивали меньшее количество чашек, при этом сильно разводили кофе, потому что на вкус он был отвратительным. То, что пили американцы, это был не кофе, а горячая коричневая жидкость для восстановления энергии. Вместо того, чтобы улучшить качество напитка, производители пытаются продать больше, рекламируя продукты. Интересно, что одна из самых замечательных и веселых реклам на телевидении это реклама кофеварок «Максвелл Хаус». Там рекламируется довольно плохой метод приготовления кофе, потому что эти кофеварки, особенно в 50-е, заставляли кофе циркулировать, что делало его горьким. Вы помните, все знают эту мелодию, по-моему, там поется так. Очень милая мелодия. Налейте в чашку этот ароматный кофе. Он будет таким вкусным, что... Фолджеры развернули самую лучшую, самую длительную рекламную кампанию в Америке. Дорогая, твой кофе просто жалок. Милая, твой кофе никуда не годится. Нед, зачем ты? Я просто не умею варить хороший кофе. Миссис Олсон решала эту проблему, объясняя, почему выращенный в горах Фолджерс лучших других марок, что он удовлетворит кого угодно. Ты пробовала Фолджерс? Кофе? Да. Есть какой-то секрет? Его растили в горах. Горах? Это лучший сорт. Что случилось с твоим кофе, милая? Дорогая, это отлично. Это великолепный кофе. Может быть, кофе и стал лучше в рекламе, но люди все равно пили меньше. Такие продукты, как санка, без кофеина, запустили в продажу, чтобы люди стали употреблять больше кофе. Но многие предпочитали обычный кофе в местном круглосуточном кафе за 5 центов, имея возможность получать доставку бесплатно. В середине 50-х цена на чашку кофе удвоилась и достигла 10 центов. Но даже это продлилось недолго. В Бразилии была плохая погода, и недостаток кофе вызвал рост рыночных цен. Впервые за много лет. Люди следят за погодой в Бразилии. Будет ли ветер, заморозки? Об этом молятся во всем мире. Некоторые бразильцы тоже, потому что цены на кофе могут вырасти. В 50-м и 54-м годах это случилось, и цены выросли очень быстро. Это кофе удачных урожаев. С 1936 года Панамериканское бюро начинает кампанию, направленную на увеличение потребления кофе. Было создано Панамериканское бюро, чтобы активизировать потребление кофе при содействии США, Канады и стран, производящих кофе. Так появляется перерыв на кофе. Панамериканское бюро запускает рекламную кампанию и вводит понятие перерыв на кофе в лексикон Северной Америки. Процесс обработки кофе совершенствовался на протяжении лет, со времен открытия диких кофейных ягод в Эфиопии более тысячи лет назад. Никто точно не знает, кто открыл кофе и когда это случилось. Но мы точно знаем, что это было в Эфиопии, и там в горах все еще растет дикий кофе. Существует красивая легенда о казапасе Калди, но она столь же правдива, как и история о сотворении мира. Казапас по имени Калди любил сочинять песни, пока его козы бегали по горам в поисках пропитания. В конце дня он созывал их, играя над удочки, и они возвращались домой. Но однажды козы не вернулись. Озадаченный и усталый, он пошел их искать. Когда он их нашел, козы возбужденно блеяли и вели себя странно. Он заметил, что они живут листья, ягоды, деревьев, которых он никогда не замечал. Тогда Калди решил попробовать несколько ягод. Вдруг он почувствовал сильный прилив энергии и начал плясать, петь. В приливе вдохновения начал сочинять стихи для своей девушки и тому подобное. И так, предположительно, открыли кофе. Кофе продолжал быть диким растением, пока несколько зерен не оказались в Йемене. Именно там впервые кофе начинают выращивать в больших количествах. С того момента кофе распространяется по всему миру. И в 1727 году кофе нелегально попал в Бразилию из-за пограничного конфликта. Французи и голландцы спорили о границе, пролегающей через Гаяну. Они попросили должностное лицо человека, не заинтересованного из Бразилии, Франциска Палетта, уладить этот конфликт и принять справедливое решение. Он влюбился в жену губернатора французской Гаяны, и у них завязался бурный роман, пока велись переговоры. Когда он уезжал, она вручила ему букет цветов в знак своего уважения и поместила в центр букета несколько кофейных ягод, которые потом могли прорасти. Он взял их с собой, и так кофе попал в Бразилию. Это очень важно, потому что было запрещено провозить зерна, которые способны прорастать. Потом Бразилия стала главным производителем кофе в мире. Так остается и по сей день. Фактически, Бразилия экспортирует больше, чем любая другая страна в мире. Она поставляет где-то четверть всего кофе в мире. Многие люди до сих пор покупают фасованный кофе в супермаркетах и пьют его. Но сегодня люди хотят, чтобы кофе был не просто хорошим, а превосходным. Я думаю, что мне так нравятся более дорогие сорта кофе из-за того, что я успела к ним привыкнуть. Так что теперь без кофе для меня это уже не эспрессо. Часто случается так, что я заказывала кофе в разных местах. Когда его приносили, я говорила, что не могу это пить. Потому что на вид и на вкус это напоминало мутную воду. В США около 60% населения предпочитают регулярно пить особенные сорта кофе. И 15% пьют такое каждый день. Американцы тратят на качественный кофе более 10 миллиардов долларов в год.